В середине 90-х годов Ренгельна звонит и говорит, Галя, мы едем в Оптину пустынь, я вас записала, у вас есть время, вы сможете поехать? Это стоит 100 рублей, в те времена были, это стоит 100 рублей, я их внесла, у вас есть? Вот так она меня завезла в Оптину пустынь, про которую Чайковский промолчал целую жизнь. И только когда Модест Ильич поехал в 93-м году в Оптину, Чайковский написал ему, 30 лет тому назад я там был, это произвело на меня огромное впечатление. Кстати, тогда был жив еще он в России, Оптинский, и вероятно, Чайковский его видел. Он, видимо, ездил в имение Павлодар, так написано в летописи, вместе со своим другом студенческих лет, Апухтиным, с которым они пережили невероятное потрясение на Валааме, когда спрятавшегося в монастыре молодого человека, наследника очень богатого семейства, нашли родителей, просили вернуться домой, и Егумен ему сказал, сделай, как ты хочешь, а он заплакал горько и остался. Вот с Ириной Георгиевной мы ходили по Оптиной пустыне, там в музее есть келья 19 века с портретом от Пухтина, который жил в этом монастыре, а возил нас по Оптиной пустыне молоденький инок, который учился в Гнесинском училище в Москве, и очень приглашал приехать туда, пожить, поработать в архиве и писать там вот эту работу. Это он, инок Гавриил Торшин, царство ему невестное, сказал мне, что священники считают, что музыка Чайковского построит души самая христианская в мире. Это тоже можно было бы в этой книге написать несколько конкретнее, чем это было сказано. Так что, как говорят в монастырях, матушка моя духовная, вот Ирина Георгиевна.